Вас ожидают всякие интересные штуки. Пока дети на экскурсии – проверка. Документы в порядке, техника исправна. Но скоро такие машины уйдут с детских рейсов. Возраст – запрет для автобусов старше 10 лет. В Москве, Санкт-Петербурге и двух областях. А через год – по всей стране. Первая часть запрета заработает уже в воскресенье. И туроператоры уже в тихой панике. Забота о безопасности детей закроет дорогу на экскурсии. Не у всех есть новый автобус. Будет очень сложно вывозить детей на какие-то массовые мероприятия, в лагеря отдыха. Это может приводить к тому, что еще больше сократятся культурно-познавательные поездки детские. Этому 22 года. Этому? Этому более 30 уже лет. Всего 10 автобусов из 70 в этой фирме младше 10 лет. В основном в рейс идут одни старики. Но, по словам директора, техосмотр проходят регулярно и запросто. Туристов возят резво и с комфортом. На детские и недетские автобусы никто не делит. И не собирается. Однозначно можно сказать, что приобретать новые автобусы, чтобы перевозить детей, ни мы не будем, ни одна транспортная компания не будет. А как тогда? Потому что, а как хотят. Основной аргумент автоперевозчиков – на детских рейсах автобус не окупить. Покупайте отечественное, советуют в Минпромторге. Это их инициатива – запретить для детских перевозок автобусы старше 10 лет. Чтобы и школьники в безопасности, и автопром с заказами. Это четырехточечный ремень безопасности, с помощью которого ребенок будет себя чувствовать здесь и комфортно, и безопасно. Вот он – отечественный автобус для детей. Мягкие сидения, кнопка связи с водителем у каждого, камера наблюдения в салоне, ограничитель скорости – 60, глонасс, тахограф. Такие машины шли в регионы по программе «Школьный автобус». Мы готовы будем отечественными производителями обеспечить и спрос, и потребность российских перевозчиков такого категории автобусов. Перевозчики настроены скептически. Главный довод – в России 40 тысяч автобусов старше 10 лет, а заводы в год выпускают от силы 2 тысячи. Традиционно начинается речь о льготах. Снижение таможенных пошлин, снижение процентов по первым авансовым лизинговым платежам. Снижение процентов по коммерческим кредитам для обновления подвижного состава. Но это все должно быть со стороны власти. Чтобы бизнес подготовился, решения о детских автобусах откладывали пять раз с 2013 года. Москву, Петербург и области выбрали в качестве пилотных регионов. Вполне возможно, будут приняты решения корректирующие. Но это надо, эту практику, накопить. Поэтому, собственно говоря, у нас есть определенное время для того, чтобы понять, как это работает. В госавтоинспекции заявляют, что спецрейдов, поймая автобус с детьми, проводить не планируют. Но возраст техники будут проверять, прежде чем одобрить заявку на перевозку. Один из параметров, который будет проверяться при организованном перевозке. Потому что, кроме этого, есть еще масса требований, которые должны выполняться перевозчикам. Поднимать тарифы для детских групп перевозчики не будут, потеряют клиентов. Но и на компромисс купить новый автобус для детей, а убытки компенсировать за счет остального автопарка не идут. Ведь это уже не бизнес, а социальная акция. Продолжение следует...